Здравствуйте, дорогие наши телезрители! В старину говорили, что хорошая песня должна быть подобна свежему ветру. И вот сегодня на огонёк арт-кафе «Господин Ветер» случайно заглянул полковник вооружённых сил Михаил Калинкин. Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте! Давайте, так уж принято, что любое хорошее дело всегда начинается с хорошей песни. Давайте мы прямо с песней начнём. А в люк втекает воздухо вино, И бьётся синим жилка у виска. Давай-ка, брат, покурим по одной. И вдаль поедем смерть свою искать. Давай-ка, брат, покурим по одной. И вдаль поедем смерть свою искать. Послушаем кузнечика в траве, Оркестр их военно-полевой. Пусть погуляет ветер в голове, Пока ещё ты целый и живой. Пусть погуляет ветер в голове, Пусть погуляет ветер в голове, Пока ещё ты целый и живой. А впереди неведомая даль, В которой растворится моя жизнь. Тридцать четвёртий – главная деталь, Танкиста – прокопчёный организм. Тридцать четвёртый – главная деталь, Танкиста – прокопчёный организм. А если уж не обойтись без слов, Давайте скажем правду о войне. Нам с немцами пускай не повезло, Им с нами не везёт ещё сильней. Нам с немцами пускай не повезло, Им с нами не везёт ещё сильней. И машут след зелёные вершины, И на реке качается вода. Да ты не трусь, железная машина, Тебя в обиду экипаж не даст. Да ты не трусь, железная машина, Тебя в обиду экипаж не даст. Спасибо, спасибо. Сегодня, вот что значит настоящий полковник, Прозорлив, вот я как раз хотел поговорить О самой, наверное, главной, Одной из самых главных военных страниц нашей истории, О той самой замечательной кампании, Зимней кампании 1943 года, Которая называлась Курская дуга. Вот, Миш, я... У нас современные школьники часто путают Гарибальди с Ганнибалом, Суворова с Кутузовым, Но это ещё хорошо. А иногда просто путают Ивана Грозного с Горбачёвым. Вот, всё-таки, кто руководил Вот той самой победоносной кампанией? Ну... Кто был во главе? То есть, вот главный полководец? Ну, знаете, сразу хочется сказать, что товарищ Сталин. Потому что общий руководство осуществлял он. Вот. Но были непосредственные разработчики этого плана, Был генеральный штаб, Был Василевский, Был... Были... Ну... Были Катуков, Жуков, Рокоссовский, конечно, Ватутин. Были офицеры, солдаты, передовой, Которые, значит, смогли остановить немцев. И... Ведь в 43-м году Впервые за всю Вторую мировую войну Немцы не смогли выиграть Летнего сражения. Летнего сражения. Вот. До этого всё, что происходило, Они ставили себе задачу, Они эту задачу выполняли. То, что произошло под Москвой, Ну, конечно, Значит, Наши дедушки и бабушки проявили терроризм. Вот. Но здесь где-то сыграло то, что Они не готовились так долго воевать, Не готовились к зимней войне. Вот. А, значит, Столкнувшись с такими просторами, С такими, значит, Масштабами... Да, в общем-то, и с духом Нашего народа, да. Да, самое главное, с духом. Потому что никто их остановить не мог. Всё, что они делали до этого, Сплошная импровизация, Но которая заканчивалась успехом. Вот. Ведь все знают, что Когда дитер пришёл к власти, У немцев было всего Несколько десятков танков. Вот. Самолётов боевых у них не было Хороших. Вот. И всё, что происходило потом, Это был такой Понарастающий подъём. Вот у нас на карте, Так сказать, Игрушечные танки. Это что, Детское увлечение? Ну, Знаете, У вас Родственники Участвовали в Великой Отечественной войне? Да. У меня, У меня дед был разведчиком. Ну вот, Я на концертах Иногда спрашиваю, Поднимите руки Тех, у кого родственники Поднимите, пожалуйста, Руки те, у кого родственники Участвовали в Чеченской войне. Поднимают там 5-6 человек. В Афганской войне там 5-6. А теперь поднимите руки Тех, у кого родственники Воевали в Великой Отечественной. Поднимают руки Весь зал. То есть мы так или иначе Прошли через это всё дело. Мы, потому что Я себя не отделяю От своего отца От своих дедушек. Вот. И то же самое, Мне кажется, Это часть истории Нашей общей Родины. Вот. И мы хотели поговорить О танках. Танки Это не просто Косок железа. Танки, это, знаете, Это выражение Духа народа. Это сконцентрированный Такой наземный Силовой Такой образ. Вот. Немецкие танки Это немцев. Наши танки Это нас. Советские танки. Не русские, Я бы хотел сказать. Советские танки. Потому что Делали в Харькове, Делали в Нижнем Тадиле, В Ленинграде. Вот. У американцев Свои танки. У англичан Свои танки. И в каждом танке Каким-то образом Удивительно Пересекается Дух людей, Которые его делали. Привычки их. У нас Да. И вот я хотел Сейчас Спеть еще одну песню. У нас Программа посвящается Курской битве. Знаете, Т-34 Удивительный танк, Который Выражает Как бы дух Нашего народа. Сделан С огромной выдумкой. Но Первые танки У них были Недоработанные Двигатели. Они выходили Из-за Механических Поломок. И Ну вот В начале войны Конечно Эти танки Имели превосходство Над немцами. А потом Немцы Расточили Камору Сделали более мощный Снаряд Удлинили ствол Орудия И стали Воевать с нашими Наравных По бронепроговости. А из-за того Что Прицелы Были лучше Условия работы Экипажа В целом В немецких танках Средних Были лучше. Вот. Они имели Некоторое преимущество. Тем не менее Гудериан Сказал Если бы я имел Танк Т-34 Я бы объехал Ну да В начале войны Когда столкнулись Немцы С нашими То же самое Они не знали Что он есть Вообще Танк. И когда столкнулись С этим танком Особенно с танком КВ Который вообще Не могли пробить Ничем. Ну и Да. А вот Когда пошли Танки Тигр Пантера Конечно Т-34 Лучший танк Второй мировой войны Но В лоб Т-34 Тигр не пробивал Т-34-76 Пробивал его в борт С небольшого расстояния Вот. А Пантер Он пробивал Тоже с небольшого расстояния И Поэтому А люди Ну люди знали Что Вот так вот И все равно Шли в атаку Все равно Выполняли задачи Михаил Ну может быть Настало время Что-то спеть Вот я хотел Сейчас как раз Я начал Рассказывать Про этот самый Т-34 Самый массовый танк 52 тысячи штук Его сделали Вот И Люди знали Что Их Пробивают Самым главным оружием Его была Маневренность И Скорость И вот Песня называется Перед боем Броня крепка И танки Словно ветры И старшина Налил нам от души Да немец Бьет нас В лоб С двух километров А нам его Лишь матом В лоб прошить И новой краской Зеленеют танки Комбат Аборт За Сталина Несет Вот только Жаль От вражеской Болванки Нас никакая Надпись не спасет Вы взглядом Нас Ребята Проводите Чтоб Рычаги Давил на все На сто Небритый черт Механик Наш Водитель Наш Бог Отец Бог Сын И дух Святой И чтоб Наводчик Дьяволу По глаза Крутил Быстрей Свои Маховики И по машинам Вражески Мне мазал Всем героизмом Нашим вопреки И из Атати Выйти Незадетым А немца Коль Не задрожит Рука Коль попадет Так чтобы Рикошетом А коль Пробьет Так сразу Что в БК Ну вот и все Загрохотали Траки И лесокрай Окутался Огнем А тот Кто будет Жив После Атати Пусть остальных Из кружки Поменет Броня крепка И танки Наши Быстры И наши Люди Мужеством Полны В строю Стоят Советские Танкисты Своей отчизны Одные сыны Своей отчизны Верные сыны Заводи И красные ракеты И поехали Да, замечательно Миш, ну Главный танк Красной Армии Это был, конечно, танк Т-34 А какие вообще типы танков Участвовали В этом сражении С немецкой стороны Главные танки Это с нашей стороны Т-34-76 Это модификация, которую разработал Товарищ Кошкин С товарищем Морозовым Вот У которой стояла 76-мм пушка Экипаж 4 человека Командир Он же наводчик Вот Заряжающий Механик-водитель И Стрелок-радист Которого называли туристом Потому что радиостанция От рясти выходила из строя А пулемет Выполнял такую В общем-то Не самую важную функцию Вот Легкие танки Т- Легкие танки Значит И вот Знаменитая битва под Прохоровкой Да Немцы к этому времени Уже столкнувшись с нашими танками Т-34 Модифицировали свой средний танк Т-34 Значит Удлинили пушку Сделали мощным снаряд И По Дальности Эффективного огня По бронепробиваемости Их пушка На этом танке Была уже Сравнима с действием нашего Танка Т-34 Вот Они разработали новый танк Пантера Вот Танк Тигр Которые Произвели в очень незначительных количествах Как раз к этой битве То же самое Как любая техническая новинка Они были немножко недоработаны Из нескольких сотен танков Которые туда Были выделены Половина примерно сломалась По дороге Вот И вот Знаменитая Прохоровская битва В которой принимала участие Пятая гвардейская танковая армия Там Утром Значит Наступление Пошли Бригады В которых были Т-34-76 И Легкие танки Вооруженные 45-мм пушкой Немцы Их встретили Т-4 в основном Было 20 пантер Всего И около 4 тигров Вот Но из-за того Что они приготовились Из-за того Что они Заминировали Там Был Протиланковый ров Потери были Очень большие С нашей стороны Ну Знаете Каждая армия Воевала Свою войну Мы Воевали Свою Немцы Воевали Свою Вот У нас Если танк Подбивали А какая Особенность Тактика Стратегических Действий Была С нашей Стороны Ну Знаете У нашей Стороны Поскольку Наши знали Что Максимально Быстро Приблизиться К немцам Чтобы можно Было Их поражать То есть Атаковали Мы Атаковали Наши Немцы Встретили Наших На Прохоровке Встретили Подготовленную Оборону Встали А вообще Вся Курская Битва Это уже В начале Года Было Известно Что Немцы Собираются Предпринять Мощное Контрнаступление В которое Будет стянут Много Много Танков Большие Силы И Начали Готовиться Выяснили Где Это будет Все Происходить Как Это будет Происходить Начали Готовиться Вырыли Очень Много Траншей Заложили Кучу Мин Наши Готовились Встретить Врага В обороне Немцы Готовились Наступать Ну и Дальнейшее Известно Курский Выступ На Севере Там Где Командовал Рокоссовский Немцам Удалось На 20 Километров Максимально Углубиться Практически Не прорвали Они Оперативную Полосу На Юде Снизу Там Где Ватутин Командовал Где Была В общем-то Состоялась Прохоровская Битва Там Они На 80 Километров Прорвали Оборону Но За Курским Выступом Стоял Степной Фронт Еще Один Фронт Был Сделан Для Того Чтобы На всякий Случай Прорыва Не допустить Катастрофических Последствий Да И я Хотел Спеть Песню Показать Песню Танковая Атака Вот Все Это Вместе Представляете Вы За рычагами Заправленный Танк Заряжены Снаряды Вы Знаете Что Впереди У меня Знакомый Рассказывал Про своего Отца Бригада Прорывов Танков КВ Им поставили Задачу 48 машин Должны были Проехать По фронту 6 километров И в глубину 4 И вот После 2,5 Часовой Артподготовки До Конечной Цели До Западной Окраины Села Доехало Всего Два Танка Красная Ракета И до Пола Газ Мы не Видим Света Свет Не Видит Нас В Триплексах Летает Небо Из Серня Ну Давай Родная Вывози Меня А в Прицеле Скачет Прямо Над Стволом Ближняя Задача Роща За Селом Нам Проехать Шутка Полторы Версты Только В Промежутке На броне Кресты Кто Второй Кто Первый Все Не Для Меня Ты Снаряд Пантеры Выдержи Броня Пусть Поможет Либо Дьявол Либо Бог Чтоб Под их Калибры Не Подставить Бог Несет Нам В Лица Ветер Встречный Калибры Вражеских Стволов Мы Будем Жить Легко И Вечно Нам Только Это Взять Село Из-за Ближней Хаты Чей-то Длинный Ствол Ну Давай Ребята Загаси Его Все Равно Какой Мне Там В Прицеле Зверь Выстрел Бронебойный Разберет Теперь Хруст Немецкой Пушки Треснувших Костей Сломанные Сушки Цифры На версте Ты Давай Зараза В рычаге Играй Только Ногу С газа Брат Не Убирай Мы Ударенья Пора Ставим А Скорость Сноты Отберет И Тридцать Тон Уральской Стали Летит Вперед Летит Вперед Трастеры Снарядов Огненный Клубок Вот Кому-то Рядом Залепили Вбок Полыхнула Разом В небеса Свеча Мы За вас Ребята Им Дадим Сейчас Тишина Запела Звонами В ушах Но Еще Летела По Броне Душа На небе Гуаши Господа Купель Вся Бригада Наша Пять Машин Теперь А Когда Затихли Взрывы И стрельба И горела Тихо Ближняя Изба А Над Черной Сушью Выжжены Травы Тихо Плыли Души Мертвых И Живых А В небесах Цветут Гуаши А У реки Полоска Ржи И Это Поле Снова Наше И Мы С тобой Должны Дожить Это Поле Снова Наше И Мы С тобой Смогли Дожить И Сразу Браво Алексей И Сразу Нет Сразу 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 Думаю Человек После Танковой Атати Знаете После того Как он Вылезает Из задымленной Машины После того Как он Открывает Люк И Чувствует Запах Травы Вылезает Из нее И Закуривает Самокрутку И слушает Как сзади Лопается Краска На танках Его боевых Товарищей Танках Врагов Которым Он 15 минут Назад Видел Прицел И Переговаривался По своим Рациям Вот и все Остывают Стволы И Наводчик Глотает Из фляжки Между Траками Вянет Полынь Мы Сегодня Родились В рубашке И Во рту Шелестящая Медь Объясняет Мы Живы С тобою Там Кому-то Другому Гореть После Этого Встречного Боя Ах Как Сладок Горящий Табак Людям Выжившим В танковом Тире Это Общая Наша Судьба Под Названием Т-34 Этот Грохот Стоящий В ушах И Наводчик От Пороха Серый Это Общая Наша Душа Что Насквозь Пробивает Пантера Траектория Драков Пройдет В неизвестность По жизненной Глади А Прославленный Танковый Взвод Догорает На клевере Сзади Мы Стоим На пушке Вдвоем В люк Вливаются Небо Гуаши Это Поле С кострами На нем Наши Все-таки Все-таки Наши Мы В измятую Кружку Нальем Мы Помянем Танкистов Пылавших Это Поле С кострами На нем С утра Этого Все-таки Наши Вот Хочется Сразу Задать Вопрос После Таких Песен Каковы Были Реальные Потери С обоих Сторон Очень Большие И Немножу Пользово На Курской Дуде К сожалению Несмотря на то Что победа Была за нами Мы Оббросили Каждый Воевал Свою Войну Каждый Примерно Средним Танк Т-34 Три раза Выходил Из строя Войну И Восстанавливался У нас Было Много Танков У нас Было Много Людей Вот У немцев Было Меньше Этого Всего Они Воевали По-своему У них Если Танк Пробивали То Этипаж Мог Уйти В Тыл У нас Если Танк Подбивали Этипаж Должен В нем Воевать Если Только Он Загорелся Этипаж Мог Уйти И Бросить Машину Понимаете Потери Были Конечно Не В Нашу Пользу Вот Но Я Хочу Здесь Сразу Сказать Что Не Бывает Абсолютной Правды Бывает Правда Только Относительная Кто Выиграл Войну Мы Выиграли Войну Конечно Огромными Потерями Да Победители Не судят Да Но Я Хотел Сейчас Еще Одну Песню Спеть Которую Посвятил Людям Не Стоявшим На Передовой Которых Награждали В последнюю очередь И награждали Не медалями А орденами А такие Знаете Были Темно-коричневые Грамоты Красным Цветом Написаны Были Благодарности У нас Как раз Да Время Подходит К концу Передачи Поэтому Еще одна Песня И прощальные Слова Рядовой Ремонтной Роты Алексей Петрович Кошкин Крутит Гайку На морозе От мороза Матерясь Он Висит В невероятной Анатомии В симпозе Если шон Изменит Позу Все детали Рухнут Грязь И тогда Еще час Двадцать Или может быть Час сорок Подбирать Их всех Придется Чистить Мыть И вытирать И не сможет В результате Починить К утру Моторы Двадцать первая Бригада Чтоб на фрица Наступать А фашист Резерв Подтянет Подвезет Боеприпасы И во фланг Контратакой С утречка Засадит нам И гвардейская Бригада Не ворвется В град Черкассы А будет Всей своей Массой Превращаться В битый Хлам А с голодухи Брюхо Крутит И на морозе Стынут Пальцы И в голове Щебечут Птицы И по спине Струится Пот Но если Посмотреть По сути Ведь если Леха Не докрутит Ведь если Леха Не довертит Победы Произойдет Ну а помнишь Прошлый вторник И лесочек Возле речки Там где немец Обалдевший С окружения Выходил А у нас же А у нас же Две машины У которых Сдохли свечки А их четыре Самоходки И два тигра Впереди Алексей Петрович Кошкин С стратегическим Резервом Потому как Штаб бригады Было некому спасать Из своей Тридцать четверти Тигр спалил Снарядом первым Несмотря на то Что в битву Выходил в одних трусах А дома сад А дома гусей И трактора Гудят за речкой И теплый ветер Дует в спину И спит котенок У крыльца Вот я вернусь Вот я приеду Спашу все грядки Бабе Дусе Поправлю печь Срублю колодец Дожить бы только До конца Отвернул он Наконец-то Эту бешеную гайку Разбудил Засохший двиг Дизель И он завел С полпинка И вперед Пошла бригада И освободил город Проявив умение Храбрость Как советские войска А танкистов Наградили Всех медалью За отвагу А комбригу Соколову Как дали Красную звезду Ну а в сей Ремонтной роте За отличную Работу Сам главком Товарищ Сталин Благодарность объявил Благодарность объявил Благодарность объявил Ну действительно Песня потрясающая О тыловых героях Ведь у многих Наверное Просто свербило Там в душе И гораздо легче Было пойти в бой Чем крутить Вот эти вот гайки На морозе Матерясь И конечно Вот я Лично себя представил На месте Вот этого Кошкина Но вот Не приведи Господи Что называется Оказаться в его В его Ситуации Но я хочу В общем Напомнить Нашим Телезрителям Что у нас в гостях Был Замечательный Полковник Вооруженных сил И не только Полковник А еще Прекрасный Автор-исполнитель Собиратель Военного творчества Михаил Калинкин Вот И Мы хотим Вам Сказать огромное Спасибо За внимание Попрощаться С вами Но не Надеюсь Ненадолго Сказать вам Всего доброго До новых встреч В эфире До свидания Продолжение следует...